Сразу нескольким событиям, Дню Государственного Флага и Дню Офицеров было посвящено торжественное мероприятие, которое провело региональное отделение Союза Женщин России в Карачево-Черкесии. Отметили орденами, медалями и грамотами женщин, которые вносят большой вклад в общую победу России в специальной военной операции. На награждении побывала наш корреспондент Бэлла Джазаева. В последние два года Женсоветы нашей Республики, как и все женское движение России, немного отошли от своих главных задач. Как то роль женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей, воспитании нового поколения, защита интересов, статуса женщин, их семей и детей. Все свои ресурсы Женсоветы направили на оказание помощи участникам спецоперации. Кто, как не женщины, будут болеть и поддерживать наших солдат. Именно таких активистов отметили на мероприятии, прошедшем в Центральном штабе регионального отделения Союза Женщин России в Карачаево-Черкесии. В этот раз награждали членов Женсовета Уживутинского района. Нескольким отличившимся женщинам вручили золотые медали, почетные грамоты, а также памятные медали дочерям отчизны. И главное, это были медали имени Валентины Гризодубовой, первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза. Именно с Валентины Гризодубовой началась история Женского Совета в нашей стране. Сегодня у нас очень серьезные награды. Три медали, о которых я бы хотела вкратце рассказать. Если вы позволите, очень важная медаль Союза Женщин России. Это памятная медаль Валентины Степановны Гризодубовой. Первой женщины, Героя Советского Союза и первого председателя антифашистского комитета советских женщин, правоприемником которых сегодня является Союз Женщин России. Это, можно сказать, первый председатель Союза Женщин России. Эта медаль вручается за большой личный вклад в дело укрепления мира и согласия между народами, в семье, в обществе, за вклад в развитие наставничества и патриотического воспитания молодежи. Вручая награды, представитель регионального отделения Союза Женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Барлакова отметила, что все эти женщины вносят неоценимый вклад в победу России, принимая активное участие в самых различных акциях и оказывая поддержку в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих. С ответным словом к собравшимся обратились и прекрасные представительницы Ужигутинского района. Великое вам спасибо за то, что вы оценили работу Женсовета Ужигутинского муниципального района. В свою очередь я горжусь тому, что сегодня в этом зале получили такие награды высокого уровня. Люди, которые ежедневным своим трудом вносят вклад в свои прямые обязанности быть женой, матерью, супругой, чьей-то дочерью. Далее отличившихся женщин, а также мужчин-медиков, офицеров и волонтеров поздравил председателя Союза офицеров Карачаево-Чкеси Исамом Чуев. Союзом офицеров России наши земляки были награждены медалями за ратную доблесть, за заслуги в здравоохранении и офицерскую честь. Я, прежде всего, хочу вас всех поздравить с Днем Флага России, с Днем Офицеров России, потому что это два очень важных праздника для нашей жизни. И, соответственно, пользуясь случаем, хотелось бы сегодня подвести итоги за 7 месяцев, прошедшие в 2024 году. Соответственно, и, конечно, тем ребятам, которые помогали в специальной операции, отвозили гуманитарную помощь, где-то какое-то содействие оказывали, будут сегодня вручаться медали грамоты и благодарности. В завершении мероприятия руководитель регионального отделения Союза женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Барлакова и председатель Союза офицеров Карачаева-Черкесии Исам Мамчуев подписали соглашение о сотрудничестве. Была Джозаева, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.